От имени Геннадия Андреевича Звиганова, он знал об этой поездке, руководство КПРФ, позвольте поприветствовать молдавских коммунистов в вашем лице, Владимира Николаевича Воронина, фракцию, родственную нашу братскую фракцию и всех товарищей, кто сегодня остался верен делу Ленина, делу большевиков. Это раз. И лично я очень признателен руководству КПРФ за то, что пригласили и дали возможность поучаствовать в этом мероприятии. А теперь начнем с понятий. Но не с тех понятий, которые сегодня жились и называются, так сказать, у асоциальных элементов. Начнем с понятий. В Тихом океане есть остров, на нем живет устойчивая группа этнос, которая не замечает пролетающих над головой самолетов. Стали разбираться лингвисты, этнографы. В чем дело? В языке народа нет слова, обозначающего летательный аппарат тяжелее воздуха. Скажите, к чему это? Продолжаю тему. Вы знаете, наверное, и до вас доносится, сколько усмешек, издевательств вызвал известный мост Дона Донахью из Питера, по-моему, когда одна из участниц заявила о том, что в Советском Союзе секса нет. Над этим издеваются до сих пор, вспоминая эти вещи, пока не задумываются, почему. Да потому что в культуре русского, да и большинства российских, ну скажу, советских народов, этот термин называется другим словом, во-первых, другим понятием. И самое мягкое понятие на букву «Б» – это блуд. К чему я это все говорю? Для первоклассников, да. Да. К чему я это говорю? О том, что в свое время еще Спиноза отмечал, что если бы человечество договорилось об определениях, дефинициях, понятиях, то избавилось как минимум бы от половины заблуждений. Мы с вами живем в эпоху, когда очень наглядно проявляется доминирование в значительной части, если не на большей части пока планеты, тех воззрений, взглядов, понятий, которые относятся к понятиям регресса. Ведь все многообразия доктрин, теоретических доктрин, теорий, они вообще-то укладываются в три парадигмы. Первая – это регресс, и он наиболее полностью свое значение находит в религии. Вторая – это парадигма цикл. Это особенно распространено в философии, в взглядах на Востоке. Но вспомним Высоцкого, если кто помнит, хорошую религию придумали индусы. Вот и третий парадигма, третья парадигма – прогресс. Наибольшее свое воплощение, в общем-то, и развитие она получила в марксистской теории. Мы, коммунисты, называем его марксистско-ленинской теорией. Мы сегодня это можем привязывать к теме нашего круглого стола, к теме большевизма. Сегодня в мире, повторяю, наступление силы регресса совершенно очевидно. Если Вы взглянете на то, что происходит и на Ближнем Востоке, что происходит в общественном сознании России, за Молдову говорить не буду, не настолько я знаком, но думаю, что эта тенденция и здесь очевидна. Чем заполнены современные телеканалы, когда мистика, казуистика и все прочее доминируют? Когда людям доказывают, что они, в принципе, ничего не могут, что есть сверхъестественные силы, или это в лучшем случае или в худшем случае, что все хорошее позади, а теперь смирись и получай наказание за грехи свои. Так что же такое в этих условиях большевизм? Мы знаем, что основоположники научного коммунизма указали путь, по которому человечество должно идти к прогрессу. Но знать путь и пройти его – это не одно и то же. Вот большевики шли по этому пути. Сегодня современный мир, вот название у меня такое очень широкое, я сознательно его выбрал, чтобы не связываться с узкой темой, хотя оно для многотомных исследований. Современный мир, который существует в том виде, в каком мы сейчас с вами его воспринимаем, это ведь тоже в огромной степени, если не в решающей степени, следствие деятельности большевизма. Почему? Да, победы большевизма изменили в 20 веке облик человечества, но и поражения, которые мы терпим, они ведь тоже меняют мир, но мир меняется так, что возврата ведь к старому нет. Нет старой конфигурации, мы получаем новую конфигурацию, и уже поэтому отношение к большевизму у мыслящего человека должно быть однозначно. Когда мы говорим о большевизме, мы понимаем, что это революционная теория, это раз, и они понимают, что изменить мир можно революцией. Правда, у нас, когда говорим о понятии революции, обывателю средства массовой информации видят стрельбу, кровь и так далее. Но это никакого отношения к марксизму, ленинизму не имеет. Мы всегда допускали мирный характер революции. Я думаю, Молдова давала пример, когда парламентским путем можно было решать эти проблемы без стрельбы. Кстати, Октябрь, напомню, начинался, ведь там, по-моему, порядка шести человек погибших было. Это потом, когда контрреволюция развернула борьбу, были сотни тысяч убитых. В революциях, известно, возникает, и об этом не надо забывать, из противоречия между производительными силами и производственными отношениями. Большевики дали блестящие примеры того, как можно в условиях победившей революции и видоизменять, развивать форму производственных отношений. Вы посмотрите, рабочий контроль. Буржуазия не пошла на контакт, тогда начинается национализация. Это новые производственные отношения. Началась гражданская война, попытка свергнуть, идет продразверстка, военный коммунизм. Это новые производственные отношения. Заканчивается этот народ недоволен, широкие крестьянские массы против, вводится продналог, это новые производственные отношения. Страна стоит перед угрозой уничтожения, вводится, проводится индустриализация, коллективизация и так далее. Это что такое? Это новые производственные отношения. Война, мобилизация и прочее, не буду говорить о величайшей войне событий в истории, величайшей победе, за которую отдали жизни 3,5 миллиона членов партии большевиков. Я о другом хотел бы сказать. На нашем съезде, у нас 20-летие партии совпало со съездом, я затронул тему о том, что есть теория социалистической революции, но нам пора разрабатывать теорию социальной контрреволюции, потому что когда настраивались на победу, это была одна задача, а сейчас ситуация изменилась, и надо это понимать. Я думаю, что это актуально и для мирового коммунистического движения, это актуально, наверное, и для коммунистов Молдовы. Из чего? Да она вырастает, по сути дела, вырастает из тех же факторов. И, по сути дела, контрреволюционная ситуация, это зеркальное отражение, революционная ситуация, которую люди среднего и старшего возраста изучали в вузах и знают по Ленину. Почему мы потерпели поражение? Почему удалось развалить Великий Советский Союз? В значительной степени это отказ от того, что называется теорией и практикой большевизма. С чего начались ошибки? Большевизм вначале набирал силу, потому что он стоял на могучем фундаменте научной теории. Утрата этого фундамента – первый признак того. Я просто перечислил некоторые из них, не претендуя на полноту вактов. Первое – это утверждение в нашей пропагандистской идеологической машине и научных сообществах о том, что социализм в стране победил полностью и окончательно. Теперь уже никто не скажет, что практика это опрокинула полностью. Второе, извините меня, теоретическая глупость – общенародное государство. Нет, в природе не бывает таких государств. Государство всегда носит классовый характер. Другое дело, какова его социальная база, насколько она широка, но все равно есть две формы власти – это диктатура, диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата или лиц наемного труда, либо лиц, которые отношение к собственности соответствующее имеют. Другое дело, что не исследовав этапы развития и превращения, умирания государства, об этом говорит марксизм, заявили общенародное государство, партия теряет ярко понятную социальную базу, партия всех – это партия никого, а у нас термин КПСС – партия народа был в ходу, это ни о чем. Потом производительные силы перерастают, производственные отношения, потому что во времена Сталина построены тысячи новых предприятий, это миллионы взаимосвязей. В 60-е и 70-е годы построены еще десятки тысяч предприятий и количество связей увеличивается. Производственные отношения перестают соответствовать производительным силам. Народ, миллионы крестьян, пришедшие в города, хотят жить лучше, комфортнее и так далее. Их называют строителем коммунизма. Ну что ж, в добрый час. Но мы ведь понимаем, что человек прежде всего мечтал о повышении уровня жизни людей. И этому надо было соответствовать, и этому надо было искать варианты. Варианта было два. Многие моменты неэффективности советской экономики были связаны, с одной стороны, с его величайшим преимуществом – планирование. Планирование – это субъективный фактор. Талант, воля, умение организовать производство может давать поразительные результаты, и оно давало таковые. Но, с другой стороны, мы должны четко, ясно понимать, что на определенном этапе мы перестали этому соответствовать. Ну, известный наш бог кибернетики, академик Глушков, говорил, в Советском Союзе, это в начале 70-х годов, принималось 10 в 18 степени управленческих решений. А для того, чтобы охватить весь массив управления, нужно было 10 в 23 степени решений. Представляете себе, какая дыра организовывалась, и как это влияло на развитие экономики, на определенные провалы, на неудачи, на диспропорции и все прочее. Можно было решить проблему? Можно было решить. Два пути было. Первый – это создание общегосударственной автоматизированной системы управления. Все мы-вся, и эти элементы были, строились, вы знаете, и Молдова к созданию ЭВМ имеет прямое отношение. Но это были фрагменты, которые не были объединены. Почему? Потому что стоимость его была больше, дороже, чем ракетный аэродный щит нашей Родины, в который вложили силы, сказать, целые поколения. Я прошу прощения, я еще в норме. Этот вариант, он был крайне сложен. Возможен, но сегодня история не имеет сослагательного наклонения. Тем не менее, можно было бы, наверное, искать, если бы руководство соответствующе относилось к научно-техническому прогрессу. Тем более, что заделы, особенно в программном отношении, были. Но я слышал специалистов, которые говорили, что если бы в начале 60-х годов, даже в 60-м году мы опубликовали программные наработки для компьютеров, кибернетические достижения наши, мир бы научный, во всяком случае, содрогнулся больше, чем от полета Гагарина. Настолько мы были впереди. Этот вариант не прошел. Какой был еще вариант? Вариант был второй. Можно было сделать шаг назад. То есть мы забежали очень вперед. Вообще, период, о котором я говорю о провалах, это связано с забеганием, переоценкой уровня зрелости общества. Это не большевистский подход. Это волонтаризм в чистом виде. Уровень зрелости общества завышен. Уровень сознания людей завышен. Уровень противоречий перестал существовать, а он всегда существует. В обществе, где есть классы, будут противоречия. До антагонизма они в условиях социализма могут они дорасти. Практика показала, что могут. Когда не справляются. Итак, шаг назад. Шаг назад это значит допустить то, нечто новое издание НЭПа. Но могли бы это сделать? Отчасти можно сказать, что что-то Горбачев в этом деле задумал. Хотя невиданное предательство не хочется и вспоминать этого человека в этой связи. Хотя как отражение, как зеркало российской контрреволюции Горбачева можно вспомнить в этом плане. Но для этого нужна первая сильная партия, которая доминирует, сплоченная всем руководить. Сильная правоохранительная система, когда КГБ это вооруженный отряд партии, когда мы занимаем командные высоты, когда мы способны удержать, когда правоохранительные органы выполняют в полном объеме задачи, которые они должны выполнять по охране завоеваний социализма. К тому периоду, в 80-е годы, все эти компоненты находились в процессе разложения. Про партию я не говорю, я упомнил одного Горбачева, но Горбачевы были на всех уровнях, это пронизывало всю нашу систему. Второй момент, что касается машины сопротивления вооруженных сил, солдовиков, как сегодня модно называть, то, с моей точки зрения, афганский конфликт нанес громадный морально-политический ущерб боеспособности, отношению к вооруженным силам и отчасти способствовал тому, что они оказались в том положении, в котором оказались. Но при Горбачеве это все уже добивалось. Итак, мы оказались... Я к чему это говорю? Большевизм — это анализ закономерности. Большевизм — это последовательно классовый подход, это работа в интересах определенной класса, это никакой размытости, это всегда четкая позиция, четкое выполнение, решительность при решении этих задач. Поэтому, поскольку время на мое стекло, я попробую дать свое понимание большевизму в современных условиях. Большевизм современности — это методология победы, сил, прогресса и, прежде всего, партии коммунистических, которые руководят широкими массами трудящимися. Это не набор отдельных методов, форм борьбы, это методология. Это диалектический анализ происходящих процессов и умение соединять противоречия, добиваться того, чего добились большевики. И что, к сожалению, было утрачено в результате того, что в руководстве страны, партии, оказались люди другого пошиба, другой идеологии. Время мое стекло. Спасибо за внимание.